Отличие текущего момента от предыдущих ситуаций в том, что любой человек, вставший на путь приближения себя к душе, на путь гармонизации, на путь осознания, кто он, что он, где он, зачем он, выхода из суеты, благодарности жизни. Любой человек обязательно проживает шаг за шагом, в бытовом общении, в семье, с коллегами, с друзьями, сам с собой. Проживает вот эти моменты выхода со сцены, когда мы роль снимаем с себя, осознаем, во-первых, что это не мы, а роль побуждала нас действовать вот так, а не иначе. Потом мы эту роль стараемся от себя отодвинуть. Сначала она вызывает у нас неприязнь, потом мы понимаем, что эта роль чему-то нас учила. И восстанавливая свой ресурс и контролируя своё самочувствие, заранее, короче говоря, сохраняя равновесие, к моментам каким-то проверочным всплеском вот этого разрушительного какого-то поведения окружающих или собственного, что тоже бывает, когда эмоциональный повод очень небольшой, а взрыв внутренний огромный. Короче говоря, когда заранее следишь за тем, чтобы ты был в ресурсе, ты как бы всё время находишься в состоянии нормального ресурсообеспечения. Ты готов, если что, рвануть быстро по новой дороге, да, то есть твои баки залиты топливом. И вот этот выход из ролей, это основа жизни. У меня прям есть статьи на сайте насчёт выхода из ролей, есть трансляции насчёт выхода из ролей. Но текущий момент, отличие его в том, что как бы всё не по-настоящему, а сила провокации даже ещё ярче, чем раньше. То есть когда там вас стыдил кто-то или нападал на вас, что вы там образ жизни ведёте, выходящий за рамки общепринятого в вашем кругу, как у меня был такой пример, когда молодой человек, мужчина-офицер, захотел приблизиться к душе своей, стал отказываться от редных привычек, и в частности алкоголь исключил вообще. Он не был сильно выпивающим, просто как любой мужчина на празднике, на посиделках семейных. И интересы его стали располагаться в тех, так сказать, направлениях, где ты никого не осуждаешь, никого не проклинаешь. Очень сложно стало общаться с мамой родной. И мама в порыве гнива сказала, что ты вообще не мужик, ты даже пить не можешь. Это было такое, как вам сказать, яркое проявление вот этого протеста людей окружающих, которые не хотят, чтобы мы менялись, как здесь они живут в ролях. Я бы сказала, не людей, а ролей окружающих. И такого рода ситуация, они были как бы, ну это и была наша работа, пройти сквозь терни к звёздам. И многие люди, которые сейчас уже достаточно равновесно давно живут и быстро выходят из каких-то ситуаций сложных, как, например, сейчас же и на работе, что происходит во многих организациях, такие психозы массовые. Вот, и ты понимаешь, что это всё игра, в которую ты играешь здесь, потому что ты на земле, тебе нужно быть среди людей и выполнять свою именно роль в каких-то социальных взаимосвязях. Но ты понимаешь, что это не, ну, спектакль, да, и это не касается реально того, ради чего стоит кровь в сердце проливать. И хотя в тот момент, когда вокруг все беснуются, тебе сложно, но ты быстро можешь эмоциональный вот этот неприятный заряд, который сложился из-за конфликтной ситуации там, или из-за лжи какой-нибудь, или из-за манипуляции, ты быстро можешь его погасить тем, что растратить, тем, что знаешь практики. Когда работа с гневом тебе известна, ты быстро можешь себя вернуть в нормальное состояние. Вот только сегодня писали у нас на курсе, что всего трясло после совещания, где матом друг на друга сотрудники. И хотя старалась посыпать золотой пыльцой, видеть души, а не роли, но тяжело, осадок остался. А включила песни Анастасии на моей странице, много записей Анастасии. И включила песни, как промылась, легче стало. У каждого свое. Кто-то быстрым шагом по улице прошел, кто-то с неба подышал, кто-то помолился. Ну, быстро можно нормализоваться. Но среди этих обычных, повторяю, обычных ситуаций присутствия в разгар разрушения очень многих привычных скрытных манипуляций или несправедливостей, которые были очень долго допущены здесь, разрешены как условия игры, сейчас это все рушится. И поэтому те, кто привык жить паразитарно или нахрапом, или агрессией, они теряют почву под ногами, сатанеют, нападают еще больше и так далее. Вот так вот сейчас ситуация такая, когда вы можете вдруг, прям вот буквально, что вас, знаете, как вот так дернули и поставили на центр сцены, приписали вам какие-то мотивы, какие-то злобные помыслы, которые вы даже не то что не имели, а вы вообще не очень понимаете, кто эти люди. То есть, понимаете, это такая ситуация, когда ты оказываешься среди рушившихся декораций на сцене, где одновременно идет много разных представлений, где-то казнь, где-то любовная сцена, где-то, там, я не знаю, отчаянный монолог, где-то идет сцена, да, вот на ней все выступает. И ты как бы давно уже стоишь с краешку, уже фактически одной ногой со сцены сошел, и смотришь на зеленый лужок, на полянку, умеешь радоваться этого, но понимаешь, что до поры до времени тебе надо и на сцене тоже там то чайничек поднести, то там реплику сказать какую-то, то еще что-то. То есть, в этой игре ролевой, ты как-то участвуешь, но не душой. И вдруг вот в этом своем положении тебя выдергивают прям буквально в центр какой-то сцены, где уже там итальянские страсти говорят, все, и тебя начинают обвинять, или что-то от тебя требовать, или там, и это могут быть люди, которых ты там два сцена не видел, или с которого ты случайно пересекся где-то, или какие-то соседи, которые появились всего лишь там несколько месяцев назад, как у нас вот в случае, у наших девочки-курсантки, люди сажают имение, сажают сад, разводят прекрасные фруктовые деревья, рядом разрушенная усадьба, можно так сказать, бабушка померла уже, тут наконец-то наследники появились, сильно пьющие, и начали, значит, нападать на окружающих, что забор покосившийся там, сетка лежит, хотя все это разрушено было до того как. И такие сцены у фонтана происходят, такие абсурдные ситуации, которые, если как бы вот, ну, рационально объяснять, то есть тебе нужно рассказывать, почему у тебя нет рогов, почему ты не клыками, не циск, почему ты там, я не знаю, не в шерсти, то есть это уже пока очевидное доказывать, но если ты не доказываешь, а говоришь, что это бред, просто мало ли что с человеком, крыша поехала, и внутренне это понимаешь, то если ты внутренне это ощущаешь, не как нападение на себя, а как абсурдный спектакль, то есть это не про меня, я здесь нахожусь статистом, как-то тут полетали вещи вокруг меня, я в сторонку отошел, то удивительным образом, если нет в тебе никакой агрессии к участникам, которые вот доигрывают свои привычные роли на автопилоте, они столько времени декламировали в гневе какие-то монологи, что продолжают их декламировать, когда уже партнёра нет, они на вас переориентировались, например, я просто такой пример привожу, то вот это состояние выхода со сцены, когда ты не работаешь с этим, а почему это со мной, а зачем это со мной, а чем я тут, а как мы это проживали, когда начиналось только, какое-то всё осознание в нашей жизни, ситуации повторяющихся, которые нам были дискомфортны, вот как это всё начиналось. Сейчас этого нет, сейчас ты уже разобрал там всё, почему там у тебя сомнения, имеешь ли ты право твёрдо сказать нет, почему там, то есть ты всё это исцелил, и детство внутреннее там своё, и родители осознал, что они жили как могли, и какие-то тяжёлые ситуации жизненные свои, и отработал, отпустил обидчиков эмоциональное своё состояние. Короче говоря, всё это уже сделано, и тут вдруг опять такая вот лажа. Просто вспомните эту сцену, и вы можете добавить, дополнить её сразу же семаронскими, практика наша декоратор на сайте, семаронскими элементами, когда там летающие розовые слоники с крылышками рядом, в то время как человек пеной сходится от злобы, или вдруг солнечный дождик поливает, или ещё что-нибудь. Ну, короче, задача в том, чтобы внутри вас вы ощущали, что это спектакль, который на автопилоте продолжается, а вы там оказались для проверки. Можете ли вы из него выйти? Даже не то, что не входить, несмотря на то, что телом вы оказались в центре. Я хотела обратить внимание на то, что могут быть совершенно абсурдные нападения, то есть, понимаете, как вам сказать, ну, вот простой пример. Я с 22 лет после рождения первой дочери не ем красного мяса. Ну, до сколько-то лет я переходила, мне было очень сложно, потому что я из Казахстана, и там вообще мясо, основной продукт. Вот, для моей мамы-врача это ненормально. Тем более беременная вторым ребёнку, например. Тем более ребёнок, ну, в общем, понятно. То есть, представьте, сколько лет, да? Вот ещё в прошлом году я рассказывала. Вот все эти годы, мне сейчас 53, то есть 30 лет я не ем. Мама мне каждый раз в гостях накладывает котлетку, как будто всё так же, или там, без троганы, тарелочку подаёт, а я говорю спасибо, я, значит, мяско обратно кажу. Она говорит, а ты что, не ешь мясо? Говорит она. Все это так нельзя, аминокислоты. Понимаете? То есть, это типичная ролевая игра, в которой каждый свою реплику уже как бы не по-настоящему исполняет. Я не об этом сейчас. А вот когда вдруг неожиданно на вас наезжают, или вы оказываетесь вдруг в ситуации, когда чувствуете себя виноватым, не то, что без вины, а наоборот, то есть люди вам должны, а вы оказываетесь виноваты, это вот как раз по сусекам скребутся эти чувства, которые были запрятаны где-то. Поэтому первое, что нужно понять, что это абсурд. Знаете, когда мне говорят, а что сказать, а как ответить? Не что сказать важно, а что почувствовать. И когда мне, например, помогала буквально вот в этой недавно пережитой ситуации, я прямо представила себе этот голубой дождь. Стена, знаете, как за... Ну, ты разделён стеной, вот там вся эта драма разворачивается, а ты журчащая стена воды, и тебе так стоп, 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 там вот за водой это всё происходит. Без тебя там все спасутся и всё реализуют без твоего участия. Потому что кажется, что ты должен что-то сделать там, а ты ничего там сделать не должен, ты должен сделать с собой. С собой ощутить, что да, у каждого свой путь, сейчас у каждого свой путь. и как в прошлые годы ты на себя брал чужую ответственность, сейчас так поступать нельзя. Поэтому у тебя такой протест и гнив возникает. У кого-то другие истории, какие-то другие ситуации, какие-то финансовые там потрясения или потери, ещё что-нибудь. То, что связано с какими-то утратами, это всегда самое лёгкое, самое лёгкое закрытие кармы. Потому что, когда кровоточит душа, не тело даже мучается, а душа, это невыносимо. А умереть ты не можешь, потому что, знаешь, смерти нет. Вот это ужас. А всякие утраты, всё временно.